Всем привет, я Сергей из Флориды, и я хоть и живу во Флориде, но мне очень интересно, что происходит в России. Я начал, кстати, интересоваться делами российскими пару лет назад, мне очень это интересно. И вот я нашел недавно очень любопытную историю, можно сказать, анекдотическую, она меня очень сильно развеселила, и я хочу поделиться этой историей, потому что, наверное, многие этого не знают. Есть такой персонаж Андрей Караулов, выглядит он очень, как это, очень заметная такая личность, вот такая, она круглая, вот такая, вот такая. То есть на копченую колбасу у него хватает. Он какой-то там обозреватель, на ютюбе у него канал и так далее. Я даже почитал биографию, меня очень развеселило. Значит, образование у него крайне любопытное, и мне кажется, самое бесполезное, которое только вообще может быть. Театроведение. Чем занимаются театроведы? Я вот попытался представить себе, чем занимается театровед. Значит, он не актер, он не режиссер, он не сценарист, он театровед. Наверное, он должен знать биографию Станиславского и даты открытия театров, когда открылся, когда закрылся, когда премьера и кто в них играет. Потому что он театровед. Вот, очень интересная профессия. Ну ладно, значит, до 90-го года он работал в каких-то различных государственных изданиях, у него с государственными властями все было в порядке. Значит, последние несколько лет он занимает такую ярую позицию оппозиционера. Ну, популярность для того, чтобы популярность набрать, нужно не патриотизм в России, я так понимаю, а нужно быть оппозиционером, чтобы в народе, так сказать, известность получить, более такую денежную, я так понимаю. Вот, и, ну ладно, бог с ним, оппозиционер, оппозиционер, критикует власти, вдоль и поперек, ненавидит, брызгает слюной. Какой кошмар, какой ужас, там губернатор такой плохой, там такой, и так далее, и так далее. Ненавидит все. Почему он там живет, непонятно. Вот если судить по его выступлениям, почему он живет там, непонятно. Уезжал бы уже в другую страну. Ну, я уехал в 93-м, кстати, году. Вот, ну, правда, по другим соображениям. Ну, неважно. Короче, ненавидит все руководство России, судя по его выступлению. И вот в 18-м году, год назад, он прибегает, вот я представил себе, как этот Андрей Караулов появился, прибегает к министру, этих самых, министру МВД. Министру внутренних дел, прибегает с трясущимися руками, трясущимися коленками и кричит, спасите, помогите, меня убивают. Что такое? Что случилось? Караулов кричит, караул, спасите, помогите. Как же так? Оказывается, он прибежал просить защиту от его собственной жены, которая на 30 лет его младше. Вот, и он не пошел в полицейский участок, к участковому своему, он побежал сразу же к министру внутренних дел. Спасите, помогите, защитите. То есть, как критиковать, гавкать и всех ругать, это у него ежедневная работа. Но когда вот что-то надо, когда ему нужна защита, он побежит к той же самой власти, просить защиты от кого? От своей же когда-то любимой женщине, которая якобы хочет у него отобрать 12 однокомнатных квартир. То есть, Караулов купил 12 однокомнатных квартир. Значит, ему не только на копченую колбасу хватает, но и на квартиры. Ну, Андрей, это же несправедливо. Девушка, симпатичная девушка, выходит замуж за вот такое вот. Она страдает, она с ним спит. И что? Она что, не заработала себе за эти ужасы и страдания совершенно ничего? Отдай ты ей квартиры. Может, останешься в живых. Все на этом. Я желаю удачи Андрею Караулову, жизни и вообще. Андрей, вам нужно бояться не жены, а вам нужно бояться инфаркта. Потому что с такой комплекцией боюсь, что как бы чего не вышло, вам совершенно не связано с женой. А так инфаркт, инсульт. Все, пока.